Добрый вечер, уважаемые коллеги! Удерживаются в ремиссии, обостряются и нам приходится корректировать лечение, меняя терапию. Почему так случается? Об этом мы поговорим сегодня. Первый доклад представит Бабаян Аннаит Фахратовна, врач-гастроэнтеролог отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника Московского клинического научного центра. В своем докладе она раскроет причины рецидивов воспалительных заболеваний кишечника и пути их предупреждения. Презентация где? Продолжение следует... Пока мы ждем начала показа презентации, хотелось бы сказать, что, конечно, пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника бывают не очень хорошо привержены к терапии. И причины этой неприверженности раскроет сейчас Аннаит Фахратовна. Пожалуйста. Глубоко уважаемые члены президиума, Асфольд Иванович, Анна Валерьевна, поговорим о приверженности. Среди причин воспалительных заболеваний кишечника относятся недооценка тяжести состояния при постановке диагноза, неадекватная противорецидивная и поддерживающая терапия, ориентированность только на клинические симптомы заболевания при его мониторинге. Мы сегодня с вами поговорим о низкой приверженности лечению. Что касается приверженности лечению воспалительных заболеваний кишечника, существует много различных исследований. И все исследования, проведенные в Европе, демонстрируют, что от 30 до 70% в таком диапазоне пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника не привержены лечению. До 30% пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника не привержены базисной терапии. А вот процент приверженных больных выше на биологической терапии. Отсутствие приверженности к базисным препаратам у больных с язвенным колитом на 5-аминосалициловой кислоте пероральной формы 45%, на топических аминосалицилатах 13%, а тиупурины составляют 25%. Проведены систематические обзоры и мета-анализы обсервационных исследований, которые подтверждают необходимость применения 5-аминосалициловой кислоты с целью профилактики раннего развития колоректального рака. К основным причинам неприверженности, называемым больными язвным колитом, относятся забывчивость, неверие в необходимость приема только такого количества лекарственных препаратов, отрицание болезни, отсутствие ощутимой пользы лечению в бессимптомный период. К факторам неприверженности при язвном колите, как правило, относятся статус нового пациента, интенсивная работа, командировки, более короткая продолжительность болезни. Мы проанализировали наших пациентов со свалительными заболеваниями кишечника и установили группы с низкой и высокой приверженностью. Пациенты более старшего возраста оказались приверженнее пациентов молодого возраста. Оценивая зависимость приверженности от наличия вне кишечных проявлений, в группе высокоприверженных пациентов оказались пациенты с наличием вне кишечных проявлений, так как кроме жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта присоединялись жалобы со стороны других систем нашего организма. В зависимости от приверженности от обеспечения лекарственным препаратом мы отметили, что пациенты, находящиеся на дополнительном обеспечении лекарственным, они попали в группу высокоприверженных, чем пациенты, приобретающие лекарственные препараты за свои средства. У пациентов с низкой приверженностью частота обострений отмечалась более одного раза в год. Выявлена статистически значимая связь между доверием врачебным рекомендациям и приверженностью. Мы оценивали факторы, влияющие на приверженность, связанные с врачом, то есть отношение врач и пациент. Нашим респондентам был задан вопрос, считаете ли вы, что следование рекомендациям врача касательно образа жизни, питания, приема лекарственных препаратов может улучшить прогноз вашего заболевания? И мнение о пользе терапии пациентов было следующим. Надеюсь, но не уверен, составлял 31%. Да, уверен, что смогу влиять на прогноз заболевания 33,5%. При изучении взаимосвязи, приверженности и осведомленности о своих медицинских показателях и заболеваниях мы получили следующие данные. Более неприверженные к терапии не знают о своих лабораторных показателях. Более приверженные к терапии информированы об уровне своего фекального кальпротектина, циреактивного белка, гемоглобина. К таким факторам, факторы, влияющие на приверженность, связанные с заболеванием, среди пациентов-приверженных чаще встречалась депрессия и тревога. То есть более тревожные пациенты оказались в группе приверженных. Оценивая связь приверженности с наличием осложнений частоты госпитализации, неприверженные пациенты чаще к нам поступали в стационар и при динамическом наблюдении, обследовании мы выявляли высокий риск осложнений. К мероприятиям по улучшению приверженности должны включать работу с пациентом, обучение медицинского персонала, систему оказания медпомощи, мультикомплексный подход. Отношение сотрудничества с больным воспалительным заболеванием кишечника и приверженность к лечению. К ним относятся уменьшение доминирования врача при контроле над лечением, доверие к врачу, лечение у одного и того же врача повышение приверженности на 33%, открытый диалог врача с пациентом, индивидуальный подход к лечению пациента с факторами риска неприверженности, вовлечение в контроль за приверженностью мультидисциплинарной команды. К последствиям низкой приверженности к терапии относятся повышение активности заболевания, рецидив болезни, потери ответа к антифенеотерапии, высокая морбидность и смертность, повышение расходов на лечение, неудовлетворенность качества жизни пациента, высокая частота инвалидизации. Спасибо за внимание. Спасибо большое. В докладе мы узнали одну из причин рецидивов у наших больных, это плохая приверженность к терапии. А следующий доклад будет посвящен теме немедицинского переключения биологических препаратов, реальная практика и оценка рисков. Действительно, благодаря биологической терапии мы имеем большие возможности в лечении наших пациентов, но для того, чтобы повысить доступность для пациентов этой терапии, к нам пришли вместо оригинальных препаратов биосимиляры. И эту тему раскроет Свяглова Малия Юрьевна, младший научный сотрудник отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника. Спасибо, Анна Валерьевна. Добрый день, дорогие коллеги. Мой доклад посвящен немедицинскому переключению генно-инженерных биологических препаратов у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в реальной клинической практике и оценке рисков. Насколько известно, тенденция эпидемиологии воспалительных заболеваний кишечника в мире сводится к тому, что наибольшая распространенность и заболеваемость ВЗК встречаются в индустриально развитых странах. На данном слайде представлены результаты крупного эпидемиологического исследования, которое охватило 195 стран, проходило в период с 1990 года по 2016 год. И был отмечен значительный прирост заболеваемости не только в индустриальных странах, но и в развивающихся, в частности, в странах Азии, Среднего Востока, некоторых странах Африки и Южной Америки. Тем не менее, сохраняется наибольшая заболеваемость ВЗК в странах Западной Европы. Так, в Норвегии отмечается самая высокая заболеваемость язвенным колитом, составляет 505 случаев на 100 тысяч населения, а болезнь корона наиболее часто встречается в Германии, заболеваемость составляет 322 случая на 100 тысяч населения. Говоря о эпидемиологии ВЗК в России, следует отметить, что у нас также отмечается прирост заболеваемости, он составляет от 5 до 20 случаев на 100 тысяч населения. Необходимо отметить, что этот показатель увеличился в 6 раз за последние 40 лет. На территории нашей страны, к сожалению, было проведено всего несколько исследований по эпидемиологической ситуации. Самые первые из них – это исследования ESCAPE-1 и ESCAPE-2. Недавно был завершен регистр пациентов INTENT, и с 2018 года активно происходит набор пациентов во Всероссийский регистр пациентов с ВЗК, куда включается каждый пациент, не в зависимости от тяжести течения заболевания, и на любой терапии. Я надеюсь, что результаты этих исследований, этих регистров, они позволят повысить профилактику, эффективность терапии и отметить какие-то определенные тенденции в каждом регионе нашей большой Родины, чтобы улучшить терапию пациентов. Отмечая такой высокий период заболеваемости, разрабатываются новые препараты и стратегия лечения воспалительных заболеваний кишечника. Всем вам известна традиционная или общепринятая схема лечения, когда идёт поэтапно подбор терапии от более простых к более сложным препаратам. Тем не менее, в мире активно обсуждается с экспертами позиция ранней топ-даун стратегии, когда, особенно для больных с болезнью крона, необходимо начинать сразу комбинированную терапию иммуносупрессорами, генноинженерными биологическими препаратами, потому что данный подход показал лучшую заживляемость слизистой, что позволяет предотвратить развитие грозных осложнений и изменить ход течения заболевания. В настоящее время в арсенале гастроэнтерологов имеется достаточное количество генноинженерных биологических препаратов и появляются ежегодно новые. С 2013 года зарегистрирован биосимиляр инфлексимаба, в последующем появился биосимиляр Адалимумаба. Необходимо понимать, что собой представляют биосимиляры. По определению Всемирной организации здравоохранения под термином биосимиляр принято понимать биотерапевтический продукт, который по качеству, безопасности и эффективности аналогичен уже зарегистрированному эталонному биотерапевтическому продукту. Обращу Ваше внимание на то, что у оригинальных генноинженерных биологических продуктов не может создана дженериков, потому что очень сложный механизм производства данных препаратов, и они характеризуются молекулярной микрогетерогенностью биологических средств, которые просто невозможно воспроизвести. Поэтому, когда создается биосимиляр, то наибольший акцент уделяется его фармакокинетическим свойствам, физико-химическим свойствам, чтобы они максимально совпадали с оригинальным препаратом. В настоящее время отмечается прирост количества новых препаратов, биосимиляров, поэтому очень актуальны проблемы и риски последствий медицинских и немедицинских переключений. Вообще говоря о переключении генноинженерных биологических препаратов, переключение может быть по медицинским показаниям и немедицинские. Говоря о медицинском переключении, это значит, что наш пациент получал какой-то уже генноинженерно-биологический препарат, который оказался неэффективен, и мы с целью повышения эффективности меняем лечение. Немедицинское переключение – это совсем другая история, когда наш пациент находится в клинической стабильной ситуации, и мы меняем терапию с целью экономии средств. Такая тенденция отмечается в последние десятилетия, ввиду того, что стоимость на биосимиляры в среднем от 30 до 40% ниже, чем на оригинальный препарат. И системы здравоохранения многих стран ведут политику по немедицинскому переключению в терапии аутоиммунных заболеваний, в частности в гастроэнтерологии. Проведены множество исследований клинических, которые демонстрируют сопоставимую эффективность, безопасность, иммуногенность при переходе с оригинального препарата на биосимиляр. Тем не менее, большинство этих исследований наделены рядом недостатков. Многие из них имеют маленькую выборку пациентов, другие – слишком короткий период наблюдения, в некоторых не оценивается иммуногенность. На данном слайде представлено одно из лучших исследований, Норсвич, которое было приведено в Норвегии. В исследовании приняли 482 пациента участия, но эти пациенты были с различными аутоиммунными заболеваниями, их рандомизировали в две группы. Одна продолжила лечение оригинальным инфлексимабом, вторая получала последующим биосимиляр СТП-13. Это биосимиляр инфлексимаба также. По результатам приведенных исследований, уровень иммуногенности, количество антител, концентрация препаратов в крови пациентов, эффективность, безопасность были сопоставимы в обеих группах. Тем не менее, в реальной клинической практике мы не всегда видим такие впечатляющие результаты. И в большинстве случаев снижение эффективности развития нежелательных явлений обусловлено иммуногенностью. Особенно развивается иммуногенность при многократном переключении между геноинженерными и биологическими препаратами. Иммуногенность в данном случае развивается по типу вакцинации. Значит, если развивается иммуногенность, это говорит о том, что не всегда будут какие-то клинические проявления, потому что антитела, они могут быть нейтрализующие, а могут быть ненейтрализующие. Но тем не менее, по результатам последних исследований, даже не нейтрализующие антитела способствуют более ускоренному клиренсу лекарственного препарата. В большинстве случаев всё-таки иммуногенность сводится к снижению эффективности препарата и развитию аллергических реакций по типу гиперчувствительности. Помимо иммуногенности, влиять на эффективность при немедицинском переключении может эффект ноцебо. Эффект ноцебо противоположен эффекту плацебо. И говоря простыми словами, он зависит от ожиданий пациента, когда пациент изначально настроен, что данное переключение будет обречено на успех. Как же избежать эффекта ноцебо? В первую очередь, это доверительное отношение вместе с пациентом, врача и пациента, активное взаимодействие и мыследисциплинарный подход. Недавно, в 2019 году, были опубликованы результаты исследования, а также по немедицинскому переключению нашими испанскими коллегами. В исследовании приняли участие 476 пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Они были рандомизированы в две группы. Одна из них продолжила лечение оригинальным препаратом, другая была переведена на биосимиляр. Время наблюдения тоже была достойная группа. Биосимиляры наблюдались на протяжении 18 месяцев, группа с оригинальным препаратом на протяжении 23 месяцев. Частота рецидива заболевания была выше в группе, перешедшей на биосимиляры, составила 14%. В группе оригинального препарата частота рецидива была всего 5%. Нежелательные явления также чаще развивались в группе биосимиляры и составили 13%. На основе этого исследования можно сделать вывод, что не так, наверное, эффективно немедицинское переключение. Тем не менее, авторы исследования обратили внимание на то, что маркеры воспаления, в частности, цириактивный белок, не менял своего уровня до начала переключения и после. И поэтому они заподозрили в безуспешности своего исследования эффект НОЦИБа. Мы на базе своего исследования в отделении лечения воспалительных заболеваний кишечника в Московском клиническо-научном центре привели два исследования. Одно из них по оценке частоты нежелательных явлений при переключении на биосимиляр. Исследование проводилось на протяжении года, с 2017 по 2018 года. В нем приняли участие 98 пациентов с язвенным колитом. Наибольшую группу составили пациенты около 50%, те, которые получали оригинальный инфлексимаб, то есть препарат Ремикейт, более 5 лет. Вторая группа порядка 25% это были бионаивные пациенты, которые начали терапию биосимиляром. Третья группа порядка 16%, которые были также бионаивны и начали терапию оригинальным препаратом. Четвертую группу составляли пациенты, которые перешли с оригинального препарата на биосимиляр. И пятая группа характеризовалась чередованием оригинального препарата и биосимиляра. Их характеристика частота нежелательных явлений сводится к тому, что наибольшая частота нежелательных явлений была отмечена в последней группе, где пациенты чередовали оригинальный препарат и его биосимиляры. При этом у стабильных пациентов на оригинальном препарате, длительность приема которого была более 5 лет нежелательных явлений, не отмечалась. Второе исследование, проведенное на базе нашего отделения, было посвящено частоте потери ответа при переключении на биосимиляр. В участии приняли в исследовании порядка 60 пациентов. Они были также разделены на две группы. Первая – это 30 пациентов, которые продолжили терапию оригинальным препаратом с переходом на биосимиляр. При этом стоит отметить, что у них инфлексимаб был препаратом первой линии. А вторая группа получали в качестве терапии первой линии любой другой антифенела, кроме инфлексимаба. Вторая линия была представлена у этих пациентов оригинальным препаратом с последующим переходом на биосимиляр. И мы получили результаты, что во второй группе 43% пациентов потеряли эффективность терапии, потеряли ответ. И можно сделать вывод, что при переводе пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника с оригинальных препаратов инфлексимаба на его биосимиляр, наибольшее повышение потери от мета наблюдается в той группе, если биосимиляр был не первым антифенуальфа препаратом. В заключение я привела утверждение Европейской организации по лечению болезней крона язвенного колита. Большинство из них сегодня прозвучали в моем докладе. Но хочу отметить, что требуется еще больше крупных рандомизированных многоцентровых исследований для оценки иммуногенности, эффективности, безопасности, применения биосимиляров и, в частности, немедицинского переключения. Спасибо. Спасибо большое, Мария Юрьевна. Действительно, биологические препараты и оригинальные биосимиляры открыли возможности для наших пациентов, помогают им справиться с гормональной зависимостью, резистентностью и сохранить хорошее качество жизни. В следующем докладе мы услышим о терапии болезни крона в свете новых рекомендаций, доложит Лещинская Альбина Александровна, старший научный сотрудник отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника. Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемые члены президиума. Разрешите в своем сообщении осветить основные моменты терапии и вообще ведения пациентов с болезнью крона в свете современных новых рекомендаций. Все мы знаем, что в 2020 году вышли обновленные клинические рекомендации по ведению пациентов с болезнью крона. Посмею себе напомнить, что болезнь крона – это прогрессирующее хроническое иммуновоспалительное заболевание, которое требует постоянного контроля, воспалительной активности и требует междисциплинарного подхода к ведению таких пациентов с привлечением часто врачей очень различных специальностей, не только гастроэнтерологов, колопрактологов, тезиатров, но и, бывает так, кушер-гинекологов, ревматологов, дерматовенерологов. И пациента с болезнью крона всегда и мы в своем центре, в Московском клиническом научном центре, стараемся вести в рамках мультидисциплинарного подхода. И никогда не следует забывать ни пациентам, ни докторам, которые ведут пациентов с болезнью крона, что заболевание это в настоящее время полностью не излечивается. Ни на фоне медикаментозного лечения, ни после хирургического лечения. Болезнь крона с течением времени и носит прогрессирующее течение. Характерной особенностью болезни крона является то, что здесь мы видим трансмуральное поражение стенки кишки. И со временем болезни формируются такие осложнения грозные, как сужение просвета кишки, формирование стриктур и формирование перфораций, субсидированием, возможно формирование свещей между толстой и тонкой кишкой и также формирование инфильтратов, абсцессов, что часто приводит к хирургическому лечению. Согласно предложенной сейчас различной классификации болезни крона, классификация по локализации, это монреальская так называемая классификация. Мы видим, что L1 – это терминальный элит, когда болезнь ограничена пределами подвздошной кишки, нижняя треть тонкой кишки вовлечена в процесс. Здесь допустимо вовлечение слепой кишки, это тоже будет относиться к градации терминальный элит. Вторая форма болезни крона – это форма колит, любая локализация в толстой кишке между слепой кишкой и прямой кишкой, без вовлечения тонкой кишки или верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Также L3 – это илиоколит, когда мы видим поражение терминального отдела подвздошной кишки с вовлечением или без вовлечения слепой кишки, и любая другая локализация процесса в толстой кишке между восходящим отделом толстой кишки и прямой кишкой. L4 – это когда мы видим поражение верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, проксимальное терминального отдела подвздошной кишки, исключая полость рта, независимо от дополнительного вовлечения терминального отдела подвздошной кишки или толстой кишки. Также возможно сочетание локализации различных. По распространенности поражения выделяют локализованную форму болезни крона, поражение протяженностью менее 30 см, чаще используется для описания изолированного поражения илеоцикальной зоны, также возможно изолированное поражение небольшого участка толстой кишки. И выделяют распространенную форму болезни крона, когда протяженность поражения составляет более 100 см, это суммарно, учитывая все выявленные поражения. По характеру течения заболевания выделяют острое течение, это менее 6 месяцев от дебюта заболевания, и хроническое течение более 6 месяцев от дебюта заболевания. Ранее была градация выделять хроническое рецидивирующее течение или хроническое непрерывное течение, но в новых рекомендациях по болезни крона эти варианты течения были скорректированы, и сейчас мы выделяем только или острое начало, или хроническое течение, потому что все-таки болезнь крона – это прогрессирующее заболевание, и нельзя однозначно сказать, когда мы достигаем каких-то периодов длительных ремиссий или нет, поэтому выделяем сейчас только хроническое течение. Также следует помнить, что тяжесть заболевания в целом определяется и тяжестью текущего обострения, и наличием вне кишечных проявлений или осложнений, протяженностью поражения желудочно-кишечного тракта, а также оценивается рефракторность терапии, и в частности обязательно нужно обращать внимание, формируется или гормональная зависимость, или гормональная резистентность. По характеру фенотипического варианта выделяют не структурирующая, не пенетрирующая болезнь крона, это просветная, инфильтративно-воспалительная, не осложненная болезнь крона, характеризуется воспалительным характером течения заболевания, которая ранее никогда не была осложнена. Выделяют структурирующую болезнь крона, сужение просвета кишки, которое подтверждено данными лучевых или эндоскопических методов, исследования, или иногда мы видим это по результатам хирургических вмешательств. Пенетрирующая форма болезни крона – это возникновение, когда мы видим интраабдоминальных свящей, или воспалительного инфильтрата с развитием абсцессов в любое время течения болезни. И выделяют отдельно периональную болезнь крона при наличии периональных поражений, свящей, анальных трещин, периональных абсцессов, которые могут сочетаться с любой из вышеописанных форм, и также могут быть самостоятельным проявлением, самостоятельной формой болезни крона, которая так и звучит, как периональная болезнь крона. Существует классификация болезни крона по возрасту. Возраст больного учитывается тот возраст, когда диагноз болезни крона был впервые окончательно установлен по данным рентгенологических, эндоскопических, гистологических методов или оперативным путем. А2 16 лет и менее, А1, извините, 16 лет и менее, А2 возраст 17-40 лет и А3 старше 40 лет. Как я уже ранее говорила, следует учитывать и классифицировать болезнь крона по терапевтическому ответу на терапию с тероидами и оценивать развитие гормонозависимости или гормонорезистентности. Гормональной резистентностью при тяжелой атаке болезни крона считается сохранение активного заболевания, несмотря на внутривенное введение стероидов, из расчета преднизолона 1,5-2 мг на кг массы тела в течение 7 дней. При средней тяжелой атаке сохранение активного заболевания при терапии пероральным преднизолоном в дозе 0,75-1 мг на кг в течение 4 недель. О гормональной зависимости мы говорим, когда возникновение рецидива отмечается при снижении дозы преднизолона до 10-15 мг в сутки или рецидив, который возникает в течение 3 месяцев после отмены системных глюкокортикостероидов. Как я уже сказала, введение пациентов, как диагностика пациентов, так и введение дальнейшее должно осуществляться в рамках мультидисциплинарной команды. Мы здесь должны также при диагностике и выявлении болезни крона помнить, что не существует единого золотого стандарта диагностики терапии. Диагноз устанавливается по совокупности данных. Это и клиническая картина оценивается, и также оценка комплекса дополнительных инструментальных методов, эндоскопических, гистологических, радиологических методов обследования, и таким образом оценивается комплексный подход и устанавливается диагноз. К методам диагностики относятся обязательные методы диагностики. Это эндоскопические методы верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, гастроскопия или околоноскопия с биопсией, гистологическое исследование биоптатов, при необходимости иригоскопия, рентген-контрастное исследование тонкой кишки с бариевой взвесью, исключение кишечных инфекций, глистных инвазий, паразитозов. Диагноз подтверждается эндоскопическим и морфологическим методом или эндоскопическим и рентгенологическим методом. Дополнительными методами по показаниям являются МРТ или МСКТ, органы брюшной полости или энтерография, когда мы уточняем протяженность и наличие свящей, абсцессов, инфильтратов или стриктур. Фистулография при необходимости, капсульная эндоскопия при подозрении на поражение максимальных отделов тонкой кишки, поражение тощей кишки, когда эндоскопические методы провести достаточно сложно по техническим причинам из-за протяженности тонкой кишки. И по показаниям проводится одна или двухбаллонная энтероскопия также при подозрении на поражение тонкой кишки. К диагностическим критериям болезни Крона относятся эндоскопические критерии. Это регионарное, прерывистое поражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, наличие булыжной мостовой, линейных язвенных дефектов, автозного поражения, возможно, визуализация стриктур или устья свящей. Рентгенологическим критериям относятся также регионарное прерывистое поражение, выявление стриктур булыжной мостовой, выявление внутренних свящей и также возможна визуализация межкишечных или интраабдоминальных абсцессов. На данных слайдах мы видим, показательно видим эндоскопические признаки болезни Крона, вот здесь симптом булыжной мостовой, также видим на правой фотографии глубокие язвенные дефекты в терминальном отделе подвздошной кишки, покрытые фибрином, видим продольные белесые рубцы на фоне неизмененной слизистой и также видим в фазе ремиссии, такой выраженный псевдополипоз по типу чемоданных ручек. При видеокапсульной эндоскопии тоже видим, вот визуализируются язвы в данном случае кишки и множественные язвы, видим, могут быть линейно, округлые формы с наложениями гноя и фибрина. Ультразвуковые признаки болезни Крона, здесь я хотела бы сказать, что в настоящее время и в нашем центре и в мире очень важное такое внимание, большое внимание уделяется ультразвуковому исследованию, ультразвуковым методам визуализации для оценки болезни Крона, для оценки ее активности. К таким ультразвуковым признакам относятся утолщение стенки, мы видим, может быть, от 4 до 11 мм в зависимости от активности процесса, утолщение характерно за счет всех слоев, так как характеризует трансмуральное поражение, сглаженность гаустр, чередование сглаженных сохраненных гаустр и также выраженная воскулиризация при проведении доплерографии пораженного участка. И при ультразвуковом исследовании мы можем видеть гиперохогенные включения в толще стенки кишки, что соответствует язвенным дефектам. Здесь вы можете достоверно видеть на данном слайде методы визуализации, это компьютерная томография и ультразвуковое исследование, где мы видим, что визуализация очень высокая, хорошая, и даже уже методом ультразвука мы можем увидеть признаки стеноза терминального отдела кишечника и также кишки, извините, и оценить наличие престинатических расширений. На данном слайде видим ультразвуковую картину свища тонкокишечного и вот по данным энтерографии также сопоставимы вполне данные рентгенологические с ультразвуковыми. Здесь мы представлены данные энтерографии, также вот картинки очень показательные, говорят сами за себя, мы видим структуру тонкой кишки и на правом слайде видим пенетрирующий тип с развитием свищевого хода. Так выглядит болезнь крона макроскопически, это макропрепарат после оперативного лечения. К диагностическим критериям болезни крона относятся также морфологические критерии, это специфические эпителиоидные гранулемы или гигантские многоядерные клетки, которые обнаруживаются в стенке, глубоко располагаются и, как правило, обнаруживаются в стенке резерцированного участка кишки. И причем, если раньше считалось, что по данным всех исследований в интероперационном материале мы могли достаточно часто находить эпителиоидные гранулемы до 70% случаев, но в последнее время были проведены исследования от зарубежных коллег, которые говорят о том, что даже в интероперационном материале достаточно не всегда мы можем обнаружить эти эпителиоидные гранулемы и процент выявления, он значительно ниже по последним данным, и доходит до 30-40%. А в биоптатах слизистой оболочки, то есть в диагностической биопсии, только максимум в 10-14% случаев иногда мы можем увидеть эпителиоидные гранулемы. Так что, хотя это является достаточно патагномоничным таким критерием, но мы не должны надеяться на то, что если мы получаем в биоптате даже интероперационного материала, не получаем эпителиоидную гранулему, мы не должны отрицать, что мы все равно имеем дело с болезнью крона. Также морфологическим критерием являются наличие глубоких язв, которые проникают в подслизистый или мышечный слой, плотная воспалительная инфильтрация в строме слизистой оболочки с проникновением также в подслизистый слой, и региональное поражение, это касается макропрепаратов после резекции, и трансмуральное воспаление также по макропрепарату резецированного участка. Здесь речь не идет о диагностической биопсии, еще раз повторюсь. К микробиологическим критериям относятся отрицательные результаты сирологических тестов на кишечные инфекции, но самые распространенные это шигелла, сальмонелла, ерсиния и кампилобактер, оценка клостридиальной инфекции, клостридиум дефициле, как правило, мы проводим хромокатографический тест на выявление токсинов А и В, исключение туберкулезной инфекции, это или проведение диаскин-теста, или ПЦР биоптата, взятого при эндоскопии на туберкулез, также исключаются дизентерина, амеби, гельминты и паразиты. Вот здесь мы видим данные гистологических исследований, видим, что на верхнем фотографии очаговая воспалительная инфильтрация собственной пластинки, клетки воспалительного инфильтрата проникают за пределы собственной пластинки в подслизистый слой, и на нижней фотографии в подслизистом слое формируются инфильтраты, так называемые гранулемы, которые состоят из скоплений лимфоцитов, в центре находятся гигантские клетки типа пирогового анганса. Мы также знаем, что при введении больных с болезнью крона для оценки тяжести состояния и течения заболеваний используется очень много различных индексов активности, но тут следует сказать, что индексов этих много, и, как правило, они очень объемные и сложны в расчетах, и в рутинной клинической практике они не используются. Часто используются только в клинических исследованиях и в научной работе. Вот здесь представлен простой индекс Харви Брэдшоу, который используется более часто в клинической практике. Мы видим здесь, что критериями является оценка общего самочувствия, наличие боли в животе, чистота стула оценивается и наличие осложнений, инфильтратов и осложнений в виде артрологии, увеитов, узловатой эритемы, оценивается наличие вне кишечных проявлений. И, соответственно, учитывая эти критерии, видим, что если мы имеем больше 8 баллов, то можем расценивать, как тяжелую атаку болезни крона и менее 3 баллов соответствуют ремиссии. Также здесь представлен еще один сокращенный индекс, это эндоскопическая активность относится, наличие язвенных дефектов, оценивается протяженность поражения, наличие сужений и учитывается число пораженных сегментов. Здесь представлены критерии оценки тяжести течения болезни крона, согласно данным рекомендаций российской группы по изучению ВЗК. И здесь также мы видим, что критерием относятся чистота стула, наличие боли в животе, наличие или отсутствие лихорадки, тахикардии, оценка нутритивного статуса, оценка уровня гемоглобина, показатели системно-воспалительной реакции, оценка уровня белковой энергетической недостаточности, также учитывается наличие вне кишечных проявлений и кишечных осложнений. Дифференциальный диагноз болезни крона проводится с язвенным колитом, с острыми кишечными инфекциями, глистными инвазиями, паразитозами, антибиотикоассоциированными поражениями кишечника, которые чаще всего ассоциированы с клостридиом дефицелем, с туберкулезом кишечника, системными воскулитами и с онкологическими заболеваниями толстой кишки. К осложнениям болезни крона относятся развитие свящей, они могут быть различные, совершенно характера, могут быть кишечно-кожные, межкишечные, рактовагинальные, кишечно-пузырные, то есть это очень многообразная бывает их картина. Наличие стриктур, кишечной непроходимости, анальных трещин, наличие инфильтрата брюшной полости, межкишечных или интраабдоминальных абсцессов брюшной полости и развитие кишечного кровотечения. К некишечным проявлениям ВЗК, в частности болезни крона, некишечных проявлений огромное множество. Практически любая система организма может быть задействована в развитии вне кишечных проявлений. Здесь мы видим, что к рематологическим относятся артриты с поражением периферических суставов, аксиальная артропатия, метаболическим нарушением возможно остеопения, развитие остеопороза, дерматологическим это узловатые эритемы, генгренозная эпиодермия, автозный соматит, синдром свита, офтальмологические увеиты и эписклериты, гепатобилярный холиолитиаз, первичный склерозирующий холонгит, гематологическим анемия, тромбоэмболический гипергомоцистеиномия, также может поражаться мочевая система, легкие в виде хронического бронхита или бронхоэктотической болезни, иногда мы видим поражение поджелудочной железы. Здесь вы можете наглядно увидеть наличие различных вне кишечных проявлений. И очень важный момент – это терапия болезни крона. Целью терапии болезни крона является стратегия лечения до достижения цели. К этому относится индукция ремиссии и ее поддержание без применения глюкосистемных стероидов. Но я тут и говорю, что, конечно, мы должны к этому стремиться, но тем не менее зачастую индукция ремиссии невозможно без применения системных глюкокортикостероидов. И здесь мы должны помнить, что стероиды мы используем только для индукции ремиссии, но никогда не используем для поддержания ремиссии болезни крона. Также к целям терапии относится профилактика осложнений, предупреждение операций, но следует помнить о необходимости своевременного назначения хирургического лечения при прогрессировании процесса и развитии опасных, грозных для жизни осложнений. Классы препаратов представлены на данном слайде, все мы их хорошо знаем. Это антибактериальные препараты, которые лежат в основе пирамиды. По новым рекомендациям также допускается применение препаратов 5-аминосалициловой кислоты только для неосложненной формы болезни крона, тонкой кишки, легкого течения. Применяются глюкокортикостероиды, это системные стероиды, которые применяются для индукции ремиссии и никогда не применяются в качестве поддерживающей терапии. И здесь я хочу еще сказать, что терапия курс стероидов не должен превышать 12 недель. Это важный критерий. Нельзя оставлять, снижать дозу, оставлять на сниженной дозе, например, мы иногда сталкиваемся с тем, что получаем пациента, которого оставляют на 2-х таблетках 3-х преднизолона, которые принимают их годами. Это недопустимо. Индукция ремиссии начинается с системных стероидов, продолжительность терапии 12 недель. Также иммуносупрессивная терапия используется, это препараты азотиаприн и 6-миркаптопурин. При непереносимости или необходимости в редких случаях мы можем использовать метатриксат. И во главе пирамиды мы видим генноинженерные биологические препараты. Сейчас мы в нашем центре их используем очень широко. И если раньше мы назначали биологическую терапию, уже когда видели грозные серьезные осложнения, то сейчас тенденция в лечении болезни крона такова, что мы должны уже более рано назначать правильную терапию. И зачастую она может включать в себя уже применение генноинженерных биологических препаратов. Если речь встает о назначении пациента уже 2-го курса стероидов, то мы уже должны думать о назначении генноинженерных биологических препаратов. Препаратов сейчас в дожество мы видим и очень долго, много лет знаем, что класс ингибиторов фактора некроза опухоли альфа. Это препараты инфлексимаб и его биосимиляры. Сейчас используются адалимумаб, препарат циртализумаб и когол. И в 2019 году для лечения болезни крона были зарегистрированы новые препараты. Это таргетные препараты видализумаб, блокатор интегриновых рецепторов. И в 2019 году препарат кустикинумаб, блокатор интерлейкина 12-23, который до этого широко применялся в дерматологии для лечения псориаза и в дерматологии для лечения псориатического артрита. И сейчас зарегистрирован уже в терапии болезни крона. И о чем нам гласят рекомендации, это рекомендации ЭКО и российские рекомендации, что при переключении, при неэффективности препаратов, ну что, во-первых, извините, все препараты биологические могут использоваться первично у бионаивных пациентов. Любой из этих препаратов мы можем выбрать бионаивным пациентом. И второй момент, что если стоит необходимость переключения препаратов, допустим, при неудаче, при отсутствии эффекта на терапию или потери ответа на терапию ингибиторами фактора некрозоопухоли альфа, то в качестве терапии второй линии биологической терапии не следует выбирать второй препарат-ингибитор фактора некрозоопухоли альфа, а следует и рекомендовано переключать на препараты с другим механизмом действия, в нашем случае это видолизумаб или устикиномаб. Показаниями к хирургическому лечению являются острые осложнения болезни крона, это кишечное кровотечение, перфорация кишки и в крайне редких случаях, но бывает токсическая дилатация ободочной кишки и также хронические осложнения, это стриктура, инфильтран брюшной полости, наличие свящей, наличие неоплазей, неэффективность консервативной терапии, также такой критерий, как задержка физического развития. Но также еще раз хочу напомнить, и мы должны помнить, что хирургическое лечение не приводит к полному излечению пациента от болезни крона, поэтому необходимо проведение постоянной противорецидивной терапии, и терапия данная должна быть назначена не позднее двух недель после перенесенного оперативного вмешательства и должна иметь потом постоянный характер. Более подробно с рекомендациями вы можете ознакомиться, здесь представлены ссылки, рекомендация опубликованная, проект рекомендации во втором номере журнала колопрактологии, и также подробно со всеми лекциями и нашими, так скажем, рекомендациями по поведению и лечению пациентов вы можете ознакомиться на платформе Медекс.Про. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Альбина Александровна, на очень фундаментальный доклад, в котором мы узнали основные принципы не только лечения, но и диагностики болезни крона. В следующем сообщении давайте коснемся более подробно аспектов применения биологической терапии, и именно тех препаратов, которые более селективны и таргетно воздействуют на воспалительный процесс в кишечнике. Итак, уважаемые коллеги, мы все знаем о том, что причины возникновения язвенного колитой болезни крона не знает в настоящее время, к сожалению, никто, однако, несмотря на отсутствие понимания и теологии заболевания, мы знаем, что патогенез включает взаимодействие четырех основных компонентов, это окружающая среда, микрофлора кишечника, состояние иммунной системы и генетика. И таким образом наши терапевтические подходы, которые влияют на воспалительный процесс, они различны, потому что мы стремимся затронуть различные звенья патофизиологии воспалительных заболеваний кишечника. В патогенезе участвует множество механизмов, это и инфитрация лимфоцитами тенки кишечника, и различные интерлекины, и главный виновник основной, на котором мы действуем, это фактор некрозоопухоли альфа. Мы знаем, что нарушение барьерной функции слизистой облочки кишечника приводит к возникновению воспалительного иммунного такого процесса, и в этом участвуют и цитокины, которые содержатся в лейкоцитах, и процессы пролиферации, дифференцировки лейкоцитов, и активация эндотелия, где происходит увеличение количества молекул адгезии, на которые мы тоже с вами можем воздействовать новыми препаратами, которые есть у нас в арсенале. И, конечно, при повреждении ткани кишечника происходит постоянный рекрутинг воспалительных клеток, то есть они просто циркулируют и накапливаются в кишке, лимфоцитарная инфильтрация плюс повышенная сосудистая проницаемость, и всё это поддерживает воспалительный процесс. Помимо всех этих факторов, конечно, генетика также играет роль в возникновении заболеваний, и что касается болезни Крона, уже расшифровано более 160 генов, которые участвуют в развитии болезни Крона. Мы знаем о дефектах гене НОД-2, Карт-15, которые может предрасполагать к развитию болезни Крона, но не к развитию язвенного колита. И также другие различные дефициты и дисфункции в клетках, в белках, которые в итоге приводят к возникновению этого тяжёлого хронического заболевания. Спасибо. Когда мы назначаем препараты геноинженерной биологической терапии, конечно, мы стремимся не только достичь эффективности, но и думаем о безопасности терапии и стремимся к стабильному результату лечения. Именно на результат лечения влияют и приверженность лечению, о которой мы сегодня уже говорили в первом докладе, и иммуногенность, и фармакоэкономические параметры естественности, и выживаемость терапии. И несмотря на то, что препараты, которые блокируют факторы некроза опухоли альфа, пришли первыми к нам для лечения этих болезней, мы сейчас можем сказать, что не все потребности эти препараты могут закрыть. И, к сожалению, около 30-40% больных не отвечают даже уже на индукционную терапию ингибиторами фено-альфа, а если они отвечают, то этот ответ может снизиться с течением времени. И по данным исследований, около 20% пациентов уже в течение первого года теряют ответ на терапию. Также то, о чем говорила Альбина Александровна, это неэффективность первого ингибитора фено-альфа уже ставит перед нами задачу не применять дальше препараты этого класса, потому что, скорее всего, эффективность будет снижаться. У нас есть сейчас другие препараты, которые блокируют другие изменения патогенеза, и мы, вероятно, должны переключать пациента не в рамках одного класса, а уже переходить к другому классу препаратов. Давайте вспомним о том, что такое первичная, вторичная неэффективность ГИБП. Первичная неэффективность фиксируется, когда у пациента нет эффекта от терапии в течение индукции, то есть в течение 12 недель от момента начала биологической терапии. Если речь идет о вторичной неэффективности, это потеря эффекта от ранее успешно проводимой терапии, которую мы также регистрируем по клиническим, лабораторным, эндоскопическим и рентгенологическим исследованиям. И ускользание эффекта от терапии – это отсутствие достижения ремиссии или сохраняющаяся минимальная или умеренная активность заболевания, также подтвержденная различными методами исследований. Почему так важно для нас понимать, как пациент ответит на терапию и прогнозировать это? Потому что прогнозирование ответа на терапию блокадрами фактора некрозопухоли альфа позволит нам снизить риски и затраты на лечение пациентов и сразу назначить тот препарат, который с большей вероятностью поможет данному пациенту с данным профилем заболевания. Это поможет повысить эффективность терапии, и мы сможем вовремя изменять, моделировать схемы введения препаратов. При неэффективности терапии препаратами антифено мы можем оптимизировать дозу, мы можем комбинировать эту терапию с иммуносупрессорами, но при этом, конечно, мы не должны забывать о безопасности и проводить мониторинг концентрации препарата и антител к нему. Какие факторы могут быть предикторами неэффективности? По данным работ наших европейских коллег, к этим факторам относятся генетические факторы, данные, которые есть в анамнезе, клинические данные, показатели биомаркеров, эндоскопические данные и также фармакологические. Какие причины ускользания эффекта терапии существуют? Это нерегулярное введение препаратов. К сожалению, несмотря на достаточно неплохое обеспечение препаратами, возникают ситуации, когда пациенты нерегулярно их получают. Причины могут быть различные, иногда сами пациенты как-то изменяют схему терапии, иногда это связано с другими причинами, но этот факт есть. Далее, монотерапия моноклональными антителами. Известно, что присоединение к терапии антифНО иммуносупрессоров помогает снизить иммуногенность и дольше удержать пациентов в ремиссии. Также исходно высокий уровень фНО-альфа и низкий уровень альбуминов. Низкий уровень альбуминов, к сожалению, часто сопутствует больных с болезнью крона. И, конечно, невозможность восполнить этот дефицит или сохраняющийся такой вот низкий уровень белков альбуминов усложняет терапию, потому что эффекты от биологической терапии может быть хуже. И наличие антител к препарату также является одной из причин ускользания эффекта терапии. Таким образом, несмотря на те препараты, которые мы имели, блокаторы факторов антифроза опухоли альфа, нам необходимо разрабатывать новые виды терапии. И это обусловлено теми потребностями, о которых мы с вами уже сказали. То есть пациенты, которые не ответили на антифНО, они, вероятно, и не достигнут ремиссии. При следующем назначении другого препарата антифНО этого класса. И поэтому мы должны назначить препараты с меньшим числом побочных эффектов, но оказывающие такую же эффективность. Риск инфекции. Когда мы говорим о безопасности, мы понимаем, что наши пациенты, они иногда имеют такой более повышенный риск возникновения серьезных инфекций. Во-первых, это часто коморбидные пациенты. Пациенты, которые, может быть, в анамнезе имели не один, много курсов гормональной терапии, что также плохо влияет на риск возникновения таких серьезных инфекций. Длительное применение иммунно-супрессивной терапии. Пациенты старшей возрастной группы, которые принесли несколько оперативных вмешательств и находятся в активной фазе заболевания. Это все не очень благоприятные факторы для риска инфекции. И данные работы приведены на данном слайде о повышении риска развития инфекции у больных в АЗК, которые получают ингибиторы ФНО-альфа. Конечно, системный эффект именно этих препаратов, иммуносупрессивный эффект, связан с повышенным риском развития серьезных и оппортунистических инфекций, в том числе и туберкулеза. Об этом не стоит забывать. Наши пациенты обязательно должны дважды в год проходить обследование уфтезиатра. Из тех препаратов, которые мы имеем антифНО, это инфлексимаб, адолимумаб, галимумаб, цертализумаб, пегол. Здесь показаны в этой таблице риски, которые существуют для этих препаратов в плане и неоплазии, и демилинизирующих заболеваний, и сердечно-сосудистые риски. И вы видите, что внизу таблицы три препарата – это ведолизумаб, тофацетни, пустякинумаб, имеют более благоприятные профили в плане возникновения этих сложных и тяжелых осложнений, которые могут быть у наших пациентов. Давайте начнем с ведолизумаба как одного из первых селективных препаратов. Это действительно биологический препарат, который обладает селективным воздействием именно на кишечник, и мы можем его применять для лечения болезни крона и язвенного колита. Препарат блокирует только альфа-4-бета-7 интегрин. Этот интегрин находится на поверхности главным образом лимфоцитов желудочно-кишечного тракта. Вспомните, да, начало доклада о различных звеньях патогенеза, вот как раз этот препарат блокирует это звено. И альфа-4-бета-7 взаимодействует с матком-1 белком, который находится преимущественно в тканях кишечника, блокирует тем самым развитие дальнейшего воспалительного процесса, уменьшая воспаление в кишечнике. Каким пациентам мы можем назнать этот препарат? Да, это пациенты с средне-тяжелым, тяжелым течением язвенного колита, болезни крона, пациенты, которые не ответили на предыдущую терапию иммуносупрессорами или блокаторами фактора некрозоопухоли альфа, то есть терапия была неэффективна. Или, возможно, они не переносят один из препаратов стандартной терапии. Если у пациентов был неудовлетворительный ответ, или они потеряли ответ на терапию, или у них есть непереносимость одного или нескольких ингибиторов фено-альфа, это те пациенты, которые могут получать этот препарат. Однако следует помнить, что у наших пациентов, более половины пациентов страдают также вне кишечными проявлениями заболеваний. И, конечно, это уже определяет другой совершенно профиль пациента. То есть если перед нами пациент с поражением суставов, кожи, глаз, то в данном случае мы не можем назначить препарат видолизумаб, потому что он действительно селективный, он влияет только на воспаление в кишечнике. И поэтому это важно помнить. И в случае, если перед нами именно пациент с псориатическим астритом и с другими поражениями системы органов вне кишки, мы, конечно, должны выбирать более системный препарат, который захватит и эти звенья патогенеза и позволит нам контролировать сразу несколько заболеваний. Таким образом, видолизумаб – это все же препарат выбора для пациентов, в которых нет некишечных проявлений, в которых только есть заболевания кишечника, среднего, тяжелого, тяжелого течения. И в таких случаях он может помочь добиться ремиссии. Однако наши европейские коллеги из Швейцарии, Штефан Ваврика, это эксперт в области лечения, диагностики внекишечных проявлений, недавно опубликовал интересные данные о том, что у пациентов ВЗК, которые имеют жалобы на боли в суставах, они не имеют поражения суставов в виде, например, анкелозирующего спондилита, а имеют, может быть, полиартрологии или периферические артриты. В таких случаях они проводили исследования и назначали препарат водолизумаб даже этим пациентам и видели хороший результат в виде снижения активности как заболевания кишечника, так и уменьшения суставного синдрома. То есть это интересные факты, это еще, наверное, нужно исследовать. Но, однако, в настоящее время все же мы стараемся назначать этот препарат пациентам, у которых только изолированное поражение кишки без внекишечных проявлений. Давайте перейдем к следующим звеньям патогенеза. Мы знаем, что при болезни крона повышенная экспрессия интерлекина-23 связана с развитием воспалительного процесса. И уровень интерлекина-23 достоверно повышается в слизистой оболочке у больных с подтвержденным диагнозом болезни крона, с подтвержденным рецидивом. И начальная фаза воспаления, развитие воспаления при болезни крона, которая индуцируется интерлекином-12 и Т-хелперами первого типа, цитокинами, то для более поздней фазы развития все же характерен такой смешанный цитокиновый профиль и инициируется это регуляторными цитокинами интерлекин-12 и 23 соответственно. И таким образом мы знакомимся с еще одним препаратом, который более селективно воздействует на кишечник, это устикинумаб, это блокатор интерлекина-12 и 23. И этот препарат уже открывает для нас другие возможности. Если говоря о видолизумабе, мы не будем назначать его пациентом с другими иммуновоспалительными заболеваниями, то тут как раз те пациенты, у которых есть другие заболевания, такие коморбидные пациенты, они являются пациентами, для которых этот препарат будет препаратом выбора, потому что у пациентов с псориатическим артритом, с псориазом, у которых также вот именно это звено патогенеза затронуто, этот препарат может оказывать достаточно хороший эффект. Каким пациентам мы можем рекомендовать устикинумаб? Это пациенты с внекишечными проявлениями, как мы уже сказали, псориаз, псориазоформные высыпания, псориатический артрит. Это пациенты, у которых в анамнезе были онкологические заболевания, которые склонны к инфекционным заболеваниям. Если речь идет о туберкулезной инфекции в анамнезе или о латентном туберкулезе, это все те пациенты, которым могут получать этот препарат, и он для них будет препаратом выбора. Не именно анти-ФНО, а именно вот такие более таргетные препараты, для того, чтобы не только достичь ремиссий, но и избежать таких серьезных инфекционных осложнений и развития онкологических заболеваний. То есть не будем забывать о аспектах безопасности. И еще один препарат. Мы с вами вспомнили Ведолизумаб, устикинумаб и туфацетиниб. Это препарат, который блокирует акиназа. И мы сейчас с вами ознакомимся с результатами исследований, которые показали хороший эффект тофацетиниба у больных язвенным колитом. Это препарат выбора именно для лечения язвенного колита. Очень многие пациенты отмечают быстрый эффект, когда уже через несколько дней от начала приема тофацетиниба у них сокращается стул, уменьшается примеси крови. В стуле такой значимый клинический эффект. Вы видите на данном слайде анализы дневников пациентов. И, конечно, это важный очень аспект в лечении пациентов. В данном исследовании была проведена работа по изучению ремиссии, того, как быстро достигнут пациенты ремиссии. В течение 8 недель индукционной терапии в дозе 10 мг 2 раза в день у пациента показали очень хорошие данные по ремиссии и заживлению слизистой оболочки. И по сравнению с плацебо эти показатели были существенно выше, что говорит нам о эффективности этого препарата. Далее, когда мы говорим о достижении ремиссии, конечно, нам важно ее удержать. Долгосрочная эффективность, долгосрочная ремиссия. И поддерживающая терапия препаратом тофацетиниб в дозе 10 мг, уже потом 5 мг 2 раза в день, помогает достичь ремиссии и удержать ее, и превосходит значимо плацебо в отношении первичной, всех вторичных и конечных точек в плане поддерживающей терапии. Но сейчас уже есть работы, которые говорят нам о том, что, возможно, вот эта дозировка индукционной дозы 20 мг в сутки, тофацетиниба должна оставаться у пациентов постоянно, и это поможет им избежать рецидивов заболеваний и снижения ответа на терапию. То есть не стоит переходить на дозу 5 мг 2 раза в день, а стоит оставаться на такой высокой дозе. Ждем еще дальнейших исследований на эту тему. И, конечно, серьезные какие-то осложнения, нежелательные явления, которые всегда нам важно учитывать. В данном случае, если мы говорим о пациентах с язвенным колитом, на данном слайде представлены результаты исследований и у больных псориазом, и у больных ревматоидным азоритом. Тут можно видеть, что, несмотря на то, что были сообщения о том, что при терапии тофацетинибом чаще у больных возникают рецидивы герпесвирусной инфекции, в данной работе было показано, что это не так. В реальной практике число больных, у которых возникли рецидивы вируса герпес-зостер, не превышает другие популяции и другие группы нозологии, а серьезные случаи вообще отсутствовали. Что касается также лимфомы, рака, немиланомного рака кожи, которые, заболевания, которые мы знаем, имеют такой высокий риск возникновения у больных на иммуносупрессии и туберкулеза также и других серьезных инфекций, в данной работе также тофацетиниб показал себя с хорошей стороны и не увеличил риски возникновения этих серьезных заболеваний. И в данном исследовании ретроспективным, наблюдательным, это была первая публикация относительно такой реальной клинической практики применения тофацетиниба, также оценивалась эффективность и безопасность терапии у пациентов, которые в анамнезе имели неудачу ингибиторов, но альфа, и пациентов, которые не ответили, наведали зума, один из селективных препаратов. И было показано, что большинству пациентов удалось снизить дозу или отменить глюкокортик астероиды, что очень важно, потому что длительность терапии стероидами не должна превышать 12 недель, и ни в коем случае пациенты не должны постоянно принимать стероиды. Это неправильное ведение пациентов, и мы должны стремиться этого избегать. В данном случае пациентам удалось вообще отменить глюкокортик астероиды, и индукционная доза не была связана с выраженностью клинического ответа на всем периоде наблюдения. Но в данном случае выявлено, что демографические характеристики пациентов, а также вид и длительность предшествующей терапии не оказали влияния и не являлись предвикторами ответа на лечение. По безопасности мы уже с вами затронули этот аспект, о том, что на самом деле был в данной работе зафиксирован только один случай герпезостера, и терапия была сразу же возобновлена, то есть через 14 дней лечения вангонцикловиром даже не потребовалось полностью отменять терапию, и пациенты не получали никакого другого иммуносупрессивного лечения. В заключении давайте подытожим. Конечно, наличие системного иммуносупрессивного действия и недостаточная эффективность ингибитора фоноальфа говорят нам о том, что нам нужна, у нас есть потребность в эффективном и хорошо переносимом биологическом препарате, который позволит нам лечить наших больных язвенным колитом и болезнью крона и безопасно, и эффективно. И понимание взаимосвязи патогенеза как заболеваний кишечника, так и вне кишечных проявлений, клинических проявлений заболеваний и кишечника, и других органов. И знание мишеней, основных ключевых мишеней, на которые воздействуют наши препараты, позволяет выбрать патогенетически правильный препарат, и такой подход именно к выбору биологического препарата позволит нашим пациентам контролировать несколько заболеваний одновременно, при этом применяя один препарат. Это очень важно, это очень влияет на качество жизни и помогает нашим больным. Конечно, селективное блокирование воспаления в кишечнике и при этом влияние на воспаление в других органах и ткани помогает пациентам с отчетанными иммуновоспалительными заболеваниями и без нежелательных эффектов, без побочных действий, которые ассоциированы часто с применением системной иммуносупрессии, достичь ремиссии и сохранить ее долго. Но в любом случае очень важно проводить мониторинг пациентов, своевременное обследование, потому что терапия может в какой-то момент стать неэффективной, нам придется ее корректировать, менять, оптимизировать. То есть это процесс длительный, непростой, но благодаря тому, что есть препараты, которые могут именно таргетно воздействовать на разные такие звенья патогенеза, мы можем помочь нашим пациентам. И более подробную информацию о биологической терапии, о разных подходах к лечению, о таргетной терапии вы можете найти на сайте Медекс.Про, где есть курс диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника. Пожалуйста, вы можете ознакомиться с ним и найти для себя там что-то новое. Спасибо большое за внимание. Дальше в следующем докладе Елена Николаевна Александровна, Александрова, извините, доктора медицинских наук, заведующая лабораторией иммунологии, молекулярной биологии и ревматических заболеваний у Насонова. И, да, ошиблась программа. Да, наша коллега, доктор медицинских наук, иммунолог из лаборатории иммунологии Московского клинического научного центра, расскажет о антителах при воспалительных заболеваниях кишечника, о спектре и клиническом значении этих показателей. Спасибо. 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 Добрый вечер, глубоко уважаемые председатели и коллеги. Уже хорошо известно, что нарушение, что в основе воспалительных заболеваний кишечника, болезни крова, крона язвенного колита, лежит нарушение защитных механизмов интенсионального барьера в результате сложного взаимодействия факторов окружающей среды, таких как микробиота, пищевые метаболиты, а также генетической предрасположенности и различных нарушений иммунного ответа. Болезнь крона и язвенный колит, так же, как и аутоиммунные заболевания желудочно-кишечного тракта, как целиакия, аутоиммунные заболевания печени, аутоиммунный гастрит, относятся к большой клинической гетерогенной группе иммуновоспалительных болезней человека, в основе патогенеза которых лежат процессы аутоиммунитета и ауто воспаления. И если при аутоиммунных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, естественно, аутоиммунный компонент преобладает, то при воспалительных заболеваниях кишечник преобладает именно ауто воспалительный компонент. Но мы должны себе представлять, что аутоиммунитет представляет собой процесс патологической активации приобретенного или адаптивного иммунитета, а ауто воспаление – это активация врожденного иммунитета. И мы теперь уже знаем, что болезнь кронный язвенный колит относится к полигенным ауто воспалительным заболеваниям. Нужно себе чётко представлять, что это всё-таки не аутоиммунные заболевания в чистом виде. Они просто имеют определённый аутоиммунный компонент. Но характерной особенностью иммунопатогенеза воспалительных заболеваний кишечника является ранняя активация клеток именно врождённого иммунитета в мальткани кишечника. И происходит связывание микробных и пищевых метаполитов с тол и нот подобными рецепторами клеток врождённого иммунитета, таких как моноциты, макрофаги, дендритные клетки, нитрофилы, естественные клетки киллера, врождённые лимфоидные клетки кишечника, эпителиальные клетки кишечника, происходит активация инфломасом, выброс большого количества провоспалительных цитокинов, а также локальных тканевых факторов, что приводит к воспалению и деструкции кишечной стенки. Но все эти факторы, которые образуются в процессе активации врождённого иммунитета, стимулируют активацию механизмов адаптивного иммунитета, аутоиммунных механизмов, потери иммунологической толерантности, развитию дефицита супрессорных клеток и активации эффекторных клеток ТИБ-лимфоцитов и продукции широкого спектра антител как собственным, так и микробным антигенам. И в сыворотках больных воспалительными заболеваниями кишечника выделяют три основные группы аутоантител – это аутоантитела, это антимикробные антитела и антитела к пептидам. И нужно сразу сказать, что антитела не входят в число диагностических критерий болезни кроноязвенного колита, однако могут рассматриваться как дополнительные сирологические маркёры, которые позволяют проводить раннюю диагностику, оценку клинических фенотипов, прогноза и эффективности терапии болезни кроноязвенного колита. Для определения и исследования антитела в сыворотках больных воспалительными заболеваниями кишечника используется широкий круг методик, в первую очередь непрямая иммунофлюресценция, иммуноферментный анализ, иммуноблот, а также мультиплексные технологии на основе микрочипов. Вот рассмотрим аутоантитела. Среди аутоантител наибольшее значение для именно диагностики болезни кроно имеют атипичные перинуклеарные антинитрофильные цитоплазматические антитела, которые выявляются только с помощью непрямой иммунофлюоресценции. Таргетными антигенами для этих антител являются различные белки, ядра и цитоплазмы нитрофилов. И причём наиболее специфическими анцами являются так называемые перинуклеарные антиядерно-нитрофильные антитела или пи-анна, которые реагируют с белком нуклеопарином бета-тубулин-5. Наиболее высокая частота атипичных перинуклеарных анок регистрируется при язвенном колите 24,8%, а у пациентов с болезнью кроно данные антитела встречаются значительно реже. В ряде случаев у пациентов с язвенным колитом встречаются и цитоплазматические анки, реагирующие с протеиназой-3. Как правило, это сочетается с наличием у пациентов первичного склерозирующего холонгита, гдролематоза с пуллингитом. Это то, что лишний раз помогает в дифференциальной диагностике наличия этих цитоплазматических анок язвенного колита с болезнью крона. Панкреатические антитела – это антитела к секреторным панкреатическим ацинарным клеткам. Они определяются в основном при болезни крона. И таргетным аутоантигеном для вот этих панкреатических антител являются мембранный гликопротеин 2 секреторных панкреатических ацинарных клеток. Этот белок экспрессируется также им клетками первых бляшек, и этот белок является рецептором для различных патогенных микроорганизмов. В основном панкреатические антитела и антитела гликопротеину 2 выявляются при болезни крона. Следующие антитела – это антитела к бакаловидным клеткам эпителии слизистой оболочки кишечника. Таргетным антигеном для этих антител являются муцин. В основном эти антитела к бакаловидным клеткам выявляются у больных язвенным колитом. Антитела к гранцитарному колонистимулирующему фактору в основном в концентрациях выше показана в сыворотках больных болезнью крона. Антитела к микробным антигенам, которые включают антитела гликанам, белку ОМС, бактериальному флагелину, компоненту И2, антигенам микобактерии авио-туберкулеза и коннеробус элеганс. Они в основном ассоциируются с болезнью крона. Ну вот антигликановые антитела – это наиболее обширное такое семейство антимикробных антител. Таргетными антигенами для них являются улисахариды, клеточные стенки, патогенных микроорганизмов. И среди них наибольшее клиническое значение имеют антитела к улигомонозным эпитопам клеточной стенки дрожжей, сахромицеты, церевицы, аска. Также, как вы видите из данной таблицы, имеются и другие антигликановые антитела, реагирующие с другими уликосахаридами. Но они встречаются реже, как показано в данной таблице, и имеют меньшее клиническое значение. Аска в основном выявляются при болезни крона, но надо иметь в виду, что другие антигликановые антитела обнаруживаются у 50% аско-серонегативных пациентов с болезнью крона. Около 70% больных болезнью крона имеют положительные результаты определения одного и более антигликановых антител в сыворотке крови. Антитела к порообразующему белку ОМС наружной мембраной шерихи и коле также выявляются в основном у пациентов с болезнью крона. Антитела к флагелину Сибир-1, жгутиковому компоненту бактерий, также чаще выявляются у пациентов с болезнью крона, чем с язвенным колитом. Антитела к микробной последовательности И2, псевдомоносфлюорисценс, они также чаще выявляются при болезни крона и значительно реже, чем при язвенном колите и у здоровых лиц. Антитела к специфическим белкам и к бактериям Авиум паротуберкулезис также выявляются в основном при болезни крона. И нужно сказать, что вот эта бактерия вызывает инфекционную болезнь Джонс у жвачных животных. Эта болезнь характеризуется гранулематозным поражением терминального отдела подвздошной кишки. Эта бактерия может передаваться через молоко, мясо зараженных животных, индустрируя развитие болезни крона у генетически предрасположенных лиц. Антитела к антигенам нематоды Каннеробус и Леганс выявляются как у пациентов с болезнью крона, так и у пациентов с язвенным колитом. Также недавно были выявлены антитела к синтетическим пептидам, которые были получены с использованием технологии фагового дисплея. Вот эти пептиды, они вызывают, стимулируют продукцию провоспалительных цитокинов в условиях инвитра. И показано, что антитела к этим пептидам чаще выявляются у пациентов с болезнью крона. По данным литературы, среди сыворочных антител не существует идеального диагностического маркёра воспалительных заболеваний кишечника. Наиболее информативностью для дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника в целом по сравнению с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта обладает антитела к сахаромицетам. Другие антитела, как считается по данным в литературе, пи-анка и антигликановые антитела, они выявляются реже, имеют меньшую диагностическую чувствительность, но имеют значительную высокую диагностическую специфичность. При болезни крона наиболее полезными диагностическими маркёрами являются, безусловно, аско-антитела к сахаромицетам, а при язвенном колите – атипичные перенуклеарные анко. Наличие профилей антител, в частности, аско-плюс, пи-анка-минус, пи-анка-плюс, аско-минус, имеют более высокие показатели диагностической специфичности для дифференциальной диагностики болезней крона и язвенного колита. Также, по данным литературы, комбинированное использование анко-аско-панкреатических антител, антител гликопротеину второму, антител бакаловидным клеткам повышает эффективность дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника. Мы совместно с отделом воспалительной патологии кишечника Исана Валерьенко-Громановой проводим исследования. Мы исследовали атипичные перенуклеарные анки, ИГДЖ-ГА антитела к сахарамицетам, ИГДЖ-ГА антитела к гликопротеину второму, сыворотка 125 больных воспалительными заболеваниями кишечника 31 здорового донора с помощью непрямой реакции иммунофересценции и иммуноферментного анализа. И, как видно из таблицы, при болезни крона, частота обнаружения ИГДЖ-ГА, ИГДЖ-ГА антитела к гликопротеину второму и АСКО без ПИА анка была достоверно выше, чем при язвенном колите. А при язвенном колите частота обнаружения перенуклеарных анках, в том числе изолированного, без АСКО, была достоверно выше, чем при болезни крона. Также, по нашим данным, наибольшей информативностью для диагностики воспалительных заболеваний кишечника с точки зрения показателей диагностической чувствительности, специфичности, обладают, безусловно, перенуклеарные анки и ИГА антитела к сахарамицетам. По диагностической чувствительности достаточно информативно ИГДЖ-АСКО. Антитела к гликопротеину второму обладают высокой диагностической специфичностью, но низкой диагностической чувствительностью. При болезни крона наиболее полезными диагностическими маркерами служат ИГА и ИГДЖ-АСКО, причём около 30% пациентов имеют изолированное АСКО без анок. При язвенном колите наиболее полезными диагностическими маркерами являются атипичные пианки, и около 30% пациентов язвенным колитом имеют пианка без антител к сахарамицетам. Каково же прогностическое значение антител при болезни крона язвенным колитом? Показано, что более раннее начало болезни крона ассоциируется с наличием АСКО и расширенным профилем антигликановых антител в сыворотке крови. При установлении диагноза в возрасте старше 40 лет увеличивается число пациентов серопозитивных по перинокулярным анко. Отмечена положительная корреляция между длительностью болезни крона и обнаружением и уровнями АСКО и других антигликановых антител. В большинстве случаев клинико-лабораторная активность болезни крона никак не связана с наличием и концентрацией различных антител. Имеются лишь данные, единичная работа о положительной корреляции показателей активности заболевания с уровнями антител гликопротеина второму и гранцитарному колоннестимулирующему фактору. При язвенном колите показано отсутствие достоверной взаимосвязи между титрами перинуклеарных анко длительностью и активностью заболеваниям. Установлена связь между выявлением антител с клиническими фенотипами заболевания. Основной из этого вывод можно сделать такой, что при болезни крона чем выше уровни антител и чем шире спектр вот этих антигликановых АСКО и других антигликановых антител в сыворотках пациента, тем больше вероятность развития поражений тонкой кишки, структурирующих поражений и необходимости различных видов хирургического вмешательства. Изолированное обнаружение пианка при отсутствии АСКО и других антимикробных антител у пациентов с болезнью крона делает это заболевание, отличается локализацией в толстой кишке, и заболевание это приобретает черты язвенного колита, но без структур и пенетрации. Но при язвенном колите высокие сывороточные уровни перинуклеарных анко служат предиктором агрессивного рецидивирующего течения заболевания и необходимостью раннего хирургического лечения. Насчёт прогнозирования эффективности терапии по уровням антител, данные очень противоречивые, и тут необходимы дальнейшие исследования. Но в ряде работ показано, что при болезни крона и язвенном колите серопозитивность по перинуклеарным анко и серонегативность по АСКО до начала заболевания может ассоциироваться с неудовлетворительным клиническим ответом на ингибитор фактора некрозы опухоли инфлексимаб. Также показано, что при болезни крона антитела к сахаромицетам АСКО могут появляться за несколько лет до клинической манифестации заболевания. Таким образом, мы увидели, что развитие патологического процесса при воспалительных заболеваниях кишечника сопровождается образованием широкого спектра антител к собственным и микробным антигенам. Исследование антител с целью диагностики воспалительных заболеваний кишечника имеет лимитированное значение из-за низкой чувствительности данных маркеров и не может использоваться для скрининга воспалительных заболеваний кишечника. Для дифференциальной диагностики болезни крона и язвенного колита наиболее информативно исследование АСКО и атипичных перинукулярных анок. Наличие и титры большинства антител не связаны с активностью заболевания, но могут быть полезными для оценки фенотипа заболевания, могут иметь определенное предиктивное значение. И нужно сказать, что трудно в настоящее время судить о роли антител в прогнозировании эффективности терапии, в том числе генноинженерными биологическими препаратами. Но таким основным направлением показано, что комплекс анализ профилей антител повышает чувствительность и специфичность сирологической диагностики воспалительных заболеваний кишечника. Благодарю за внимание. Уважаемая Леонид Николаевна, большое спасибо за такое интересное сообщение. И спасибо большое всем докладчикам за то, что мы не только уложились в регламент, но нам еще и осталось время для того, чтобы обсудить и ответить на вопросы, которые нам присылают наши активные слушатели. Это тоже очень радует. Первый вопрос касается темы переключения биосимиляров. Доклад Марии Юрьевны Свягловой заинтересовал наших слушателей. Действительно, много новой информации мы услышали. Вопрос следующий. Какое количество возможных переключений биосимиляров? Пожалуйста, Мария Юрьевна. Вопрос несколько неоднозначный. Дело в том, что мы стараемся, если назначаем пациенту биосимиляр, то чтобы это был биосимиляр по одному торговому названию. Потому что множественные переключения, они способствуют как раз-таки иммуногенности. А иммуногенность сопряжена с высоким риском потери ответа и развития побочных явлений. Поэтому в случае, если все-таки произошло немедицинское переключение, желательно, чтобы оно произошло один раз. И также отмечу, согласно утверждениям ЭККО, если вы отмечаете у своего пациента на фоне терапии оригинальным препаратом ускользания ответа, неэффективность, то ни в коем случае нет смысла переводить этого пациента на биосимиляр. Желательно терапию поменять. Спасибо большое, Мария Юрьевна. Очень интересный и полный ответ. И следующий вопрос от наших слушателей звучит немножко необычно. Но это, наверное, всегда интересует и пациентов, и докторов. Как вы относитесь к лечению язвенного колита и болезни крона народными средствами, а именно борсучим салом ПРОС. Но я могу сказать, что мы, конечно, в своем отделении исповедуем принципы все же доказательной медицины. И все те сообщения, которые вы сегодня слушали, они основаны на данных таких очень многоцентровых, масштабных, серьезных исследований, где участвовали не один, не два, а десятки, сотни тысяч человек. И, конечно же, уровень доказательности этих работ высок. И мы можем более безопасно и эффективно лечить наших пациентов препаратами, которые уже были проверены. А народные средства, которые любят, к сожалению, или к счастью, не могу сказать, наши пациенты, они не имеют, к сожалению, такой доказательной базы. Если бы мы знали, что это эффективно и поможет, возможно. Но это мы не используем. И самое главное, важно вовремя оценить ваше заболевание, активность его, и вовремя назначить правильную терапию. А, к сожалению, применение вот этих всех народных средств иногда оттягивает сроки, и пациенты не хотят принимать препараты, которые уже проверены, которые доказаны, что эффективны, а вот используют эти средства, и потом приезжают и поступают к нам не в очень хорошем состоянии, уже гораздо сложнее их лечить, потому что вспомним о длительности течения заболевания, которое не очень хорошо влияет на последующие исходы терапии. Поэтому мы все-таки призываем вас обращаться к специалистам, применять доказательные препараты и вовремя, своевременно менять терапию, если она неэффективна, потому что это поможет избежать серьезных последствий и инвалидизации в будущем. Больше вопросов, насколько я поняла, у нас нет. Спасибо большое за внимание всем слушателям и докладчикам. Мне кажется, у нас был очень интересный симпозиум, мы узнали много нового и поговорили о новых вопросах, аспектах и терапии, диагностики воспалительных заболеваний кишечника. Спасибо большое.